Россия не бьют тревогу. Владимир Кузьмин перестал выходить на связь. Заболевший коронавирусом музыкант Владимир Кузьмин перестал выходить на связь. Ранее госпитализированный с коронавирусной инфекцией музыкант Владимир Кузьмин перестал выходить на связь. Об этом брат исполнителя Александр сообщил изданию «Собеседник». В издании отметили, что братья давно конфликтовали, и Кузьмин даже заблокировал номер телефона родственника. Однако до недавних пор Александру удавалось получать сведения о состоянии его здоровья. По словам мужчины, он узнавал новости о состоянии заболевшего Кузьмина через племянника, но теперь не может связаться ни с кем из членов семьи артиста. «Это меня пугает. Доступ к брату запрещен, мне не дают никаких его телефонов», — рассказал Кузьмин-младший, добавив, что надеется на лучшее. 13 июня стала известна госпитализация, несмотря на ранее сделанную прививку. Исполнитель Владимира Кузьмина, рок-музыкант, сам рассказал об этом в соцсетях, добавив, что чувствует себя нормально. В минувшие выходные он сообщил в одном из постов в Инстаграм, что все стабильно, новых записей в его профиле пока не появилось. Владимир Кузьмин родился 31 мая 1955 года в Москве. В советское время Владимир Кузьмин успел поучаствовать в дюжине различных ВИА и приобрел известность благодаря дуэту с Аллой Пугачевой. Вместе они записали хитовую песню «Две звезды». Вторая волна успеха Кузьмина пришлась на 90-е, начало нулевых. Небритый романтик с электрогитарой и мелодраматической харизмой Кузьмин исполнял софт-рок «Про любовь», исполняя это сейчас в качестве заслуженного артиста, ностальгического батя-рока. Фирма «Мелодия» в 1981 году выпустила три песни с альбома «Отдельным миньоном», стремительно раскупленным мелайманами страны. Это была историческая пластинка, где на конверте впервые стояла надпись «Рок-группа», мало кто знает, но это была личная победа Владимира Кузьмина. Первые гастроли коллектива в 1981 году прошли с огромным успехом. Карнавал стал уже не школой, а университетом для Кузьмина-исполнителя. Музыканты были приняты на работу в Тульскую филармонию, но вскоре после очередной смены состава группа распалась. Сказались расхождение музыкальных воззрений с Александром Барыкиным и желание Кузьмина самостоятельно воплотить в жизнь свои замыслы и находки. Позднее Барыкин соберет совершенно новую группу под прежним названием «Карнавал». Албар остался при филармонии, а потому он наследовал и название, придуманное Кузьминым. Отныне каждый пошел своим путем на дружбе двух великих музыкантов, творческий разрыв никак не отразился. В мае 1982 года Владимир Кузьмин, будучи уже известным в стране музыкантом, организовал и, как водится, назвал своим именем рок-группу «Динамик», состав которой вошли Сергей Рыжов, бас, Юрий Чернавский и Клавишный, Юрий Китаев, барабаны. И сразу громкий успех. Устроившись в штат Ташкентского цирка, что позволило поддерживать профессиональный статус, «Динамик» совершает первое триумфальное турне по стране. Между гастролями записывается двойной альбом, известный как «Динамик-82», неожиданный как по характеру музыки, так и по своеобразию текстов. В первой концертной программе «Динамика» и «Магнит-альбоме» прослеживалась стилевая разноплановость от блюзов и рок-н-ролла до регги и новой волны. Кузьмин легко и увлеченно перекладывал на язык песен личные наблюдения окружающей действительности, точно схваченные с натуры сценки из жизни молодежи или профессиональных музыкантов, сдабливая тексты своим неповторимым юмором. Сам автор, упреждая претензии и цензуры, назвал эти произведения музыкальным фильетонами. Советский рок Кузьмина изначально отличали безупречный профессионализм, малосвойственный отечественному андеграунду тех лет, а также иронический взгляд на вещи он не грузил, как сказали бы теперь. Это мгновенно оценили миллионы поклонников, заводные рок-н-роллы, «Динамика» оказались предельно близки молодежи. Продолжение следует...